19 августа все, кто считает своим долгом почтить память жертв августовского путча, собрались у памятника защитникам демократии в центре Москвы. Россияне сравнивают события 1991 года и сегодняшние дни. Тогда против людей были брошены танки. Была предпринята попытка свергнуть Михаила Горбачёва с поста президента СССР и изменить его курс правления. Неудавшийся переворот ускорил развал СССР. Тогда, вспоминает участница событий, люди поверили в свободу. Тогда была надежда на что-то хорошее, кислород какой-то, перестройка, романтика. Все такие свободные. А сейчас, честно говоря, не знаю, что делать дальше и как. Когда вот это все в формах стоит, вяжет, упаковывает в автозаке, за что, про что. В общем, вообще стыдно. Сегодня правозащитники считают, что спустя 20 лет после распада Советского Союза в России по-прежнему нет демократии. Хотя в начале 90-х страна и пошла по пути развития гражданских свобод. Сейчас страна, причем с ускорением, идет к тоталитарному режиму. Ускорение произошло буквально весной этого года, когда народ вышел сотнями тысяч опять на митинги. Власть стала терять свои рейтинги и Путин, и Медведев, и компания. И уже не секрет, что народ им все меньше и меньше не доверяет. Последние законы об огромных штрафах на митингах, о некоммерческих организациях и иностранных агентах, о введении цензуры в СМИ и интернете вызывают протест у многих россиян. Эти законы также подвергаются критике со стороны правительств других стран и международных организаций. Сергей Ковалев, являясь основным автором второй главы Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина, считает, что сегодня ни одна из прописанных в ней норм не выполняется. Это все теперь как в сталинской Конституции на бумаге. У нас нет разделения властей, гарантированных Конституцией. Следовательно, у нас нет независимого суда, у нас нет независимых средств массовой информации. Ну, соответственно, у нас нет выборов. Оппозиционеры считают, что теперь обвинения могут быть выдвинуты практически против любого россиянина, чьи взгляды будут противоречить мнению властей. НТД, Москва, Россия.